В ближайшее время снова подорожает вывоз мусора. Уже в этот вторник на заседание Комитета жилья и среды будет поставлен вопрос об изменении тарифов фирмы Clean Air. Поводом повышения расценок является ценовая политика полигона для захоронения отходов в Гетлине. И здесь уместно рассказать вам о том, как я придрался к одной из закупок данного предприятия. Это вам поможет понять ценообразование и возможную коррупционную составляющую, которая нас уже окружает в жизни, где только нет. А именно, речь пойдет о регулярном, начиная с 2014 года, покрытии полигона специальным раствором. Называется это открытому сланя регулара паркла Ашана. Кто хочет, может на сайте госзакупок найти. Так вот, дело в том, что на полигоне существует определенный технологический процесс. Я сейчас очень упрощенно о нем расскажу. Когда днем свозят мусор, то после этот мусор необходимо покрывать специальным раствором, не дающим ветру и птицам этот мусор разносить по округе. И для обеспечения этого процесса необходимо сам раствор, поливающий аппарат и один-два человека, которые и управляют этим процессом. В принципе, ничего особенного, если бы не одно «но». То, что входит в рутинную обязанность предприятия, выносится в отдельную закупку. Из-за специфичности процесса, конечно же, нет конкуренции. Ну, а чтобы ее совсем не было, то можно составить конкурс соответствующим образом. В общем, когда это отдельная закупка и когда на 99% известен будущий поставщик, то как вы думаете, что произойдет с ценой данной услуги? Правильно, она вырастет до небес. В результате расходы полигона растут, но сам полигон это не особо тревожит. Он обоснованно поднимает свои тарифы, чтобы выжить. После чего тарифы поднимают все фирмы, вывозящие туда мусор. Ну, а платим за все это мы, простые жители. Ну, и вам небольшая справочка по истории конкурсов. В 2014 году в открытом конкурсе выиграла СИА РСГА. Цена контракта тогда была 3 млн 201 тыс. евро. Через 5 лет, в 2019 году, в открытом же конкурсе, выиграла та же самая фирма, но цена контракта уже была 7 млн 337 тыс. евро. В 2024 году конкурс уже состоялся, сумма контракта тоже известна, и это 8 млн 976 тыс. 660 евро. Специалисты, с которыми я общался, утверждали, что цены очень сильно завышены. Ну, стоимость реагента на весь срок договора с 2019 по 2024 год, по моим данным, из приватных источников могла быть около 800 тыс. евро. Это тогда. Ну, сейчас, может быть, вырастет до миллиона, учитывая подорожание там всего. Если это так, то вот в прошлый период 6,5 млн евро, это, по сути дела, было на оплату двух рабочих в течение 5 лет, на счета за воду, отопление, электричество и на аренду гаража на территории полигона. При этом, часть этих расходов могло покрывать само предприятие Гетлини, например, оплачивать воду, электричество и даже предоставлять сам гараж. Проверить это я не могу, к сожалению. Прошлые годы во всех этих конкурсах всегда были споры. В этом году, понимая, что фактически будет снова один претендент, предприятие сделало такой ход конем, объявило процедуру переговоров. Я про это уже много раз рассказывал. Процедура переговоров, это для меня всегда такая, знаете, красная лампа, еще на самом деле дынь, возможно, коррупция. Почему? Если провести процедуру переговоров, то становится легальным и наличие одного претендента. Ну, не красота ли. Давайте попробуем угадать, кто выиграл в этот раз. Особенно, если в требованиях претенденту стоит, чтобы у него был опыт в ежедневном покрытии отходов в рамках одного договора не менее чем на 600 тысяч квадратных метров. И когда этому соответствует только одно предприятие в Латвии, ну, понятно, кто будет победителем. Естественно, та фирма, которая уже выигрывала до этого, та же самая СИА РСГА. Неудивительно, что они победили и в этом году. Правда, как я уже отметил ранее, сумма контракта снова выросла. И теперь она уже составляет 8 миллионов 976 тысяч, ну, почти 9 миллионов евро. В заключение могу сказать, что я писал жалобу и в бюро по надзору за закупками, писал письмо исполнительному директору Риги, который владеет муниципальными долями капитала, написал председатель ответственного комитета и даже сделал запрос в само предприятие в Гетлине, не хотят ли они все-таки сами обеспечить данный технологический процесс, учитывая характер закупки, из которой торчат, ну, вот, токенные уши. Ответ из бюро по контролю за закупками. Все процедуры в рамках закона. А ответ Гетлине, если вкратце, не хотим сами. Все по закону. Мне же остается только довести эту историю до вас, Рижане. Когда вы увидите новые счета за вывоз мусора, то у вас, ну, чтобы была более полная картина, как же так получилось. Мне важнее во всей этой истории это интересы Рижан, а не интересы группы товарищей, которые поднимают огромные деньги на мусорном бизнесе. А чьи интересы важнее нынешнему руководству Думы и контролирующим инстанциям. Понятно из их ответов. Думайте. Продолжение следует...